Доброе утро! Доброе утро, дорогие друзья! Все, кто нужно уже в студии, меня зовут Андрей Бургер, напротив меня замечательная, очаровательная Арина Ефимова и две чудесные гости. Арина, здравствуй! Да, привет, Андрей! Я готов представить, ну, если ты хочешь, то представляй. Хочу представить я, да, потому что у нас сегодня замечательные девчонки, организаторы фестиваля современного танца «Танц-транзит» Валерия Бейчук и Елена Дементьева. Привет! Доброе утро всем! Девушки, рад всех видеть, безусловно, в студии. И, конечно, я напомню, что у нас есть номер телефона 919405, насколько я знаю, сейчас его посмотрю. Уточняем информацию, да. Да, 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 потому что такое случается периодически. Ну, пока Андрей уточняет наш номер. А смысл в том, что у нас есть подарок, который мы хотим вам подарить. И для этого как раз и нужно звонить по номеру телефона «Балтик Плюс» и включаться таким вот образом. Да, разыгрывать мы сегодня будем два пригласительных на две персоны на спектакль «Частушки», который пройдет 28 марта в Драмтеатре. А пока будете до нас дозваниваться, поговорим с девчонками. Ну, девочки, расскажите, что такое фестиваль «Танц-транзит»? Фестиваль «Танц-транзит» — это фестиваль про современный танец, можно сказать так. У него большая история. Он начинался в 2001 году, 10 лет проходил, потом 10 лет отдыхал. И вот в 2022 году он возрождается в новом формате. Мы его немного переделали. И он пройдет три дня. У нас первый день будут калининградские показы, спектакли людей, которые у нас хореографы в Калининградской области. То, что они работают, ставят, мы вам показываем. Второй день — это образовательная часть мастер-класса, как для профессионалов, так и не для профессионалов-любителей. И третий день — это заключительные наши гости из Москвы. Компания Александра Могилева со своей труппой покажет вот как раз-таки то, что пригласительным мы разыгрываем, свой спектакль «Частушки». Александр Могилев — это хореограф проекта «Танцы на ТНТ». Да, все верно. А какая программа будет у него, чем удивят калининградцев? Собственно, педагоги, которые к нам приезжают, это педагоги из школы «Эта» танца русского... Как-то там... «Эта» школа русского современного танца. Вот так. Педагоги будут проводить классы для детей, для взрослых и для нетанцующих людей, как Лена уже сказала. Собственно, жюри фестиваля — это Александр Могилев, Коля Багдасарян, Аня Маркелова, тоже наши прекрасные педагоги и хореографы. И труппа, которая приезжает, это 18 человек, которые будут на сцене совместно с фолк-группой «Клевер». Они будут вот играть спектакль «Частушки». Они будут петь и танцевать «Частушки». Ну, настоящее такое действие, спектакль будет на сцене. А в каком стиле они будут танцевать? Современный танец. Современная хореография, да. Ну, просто у Александра Могилева есть такое... Он больше склонен про... Ну, как русский... Русская душа, русский танец. И у него вот русский современный танец. Дорогие друзья, я напомню, что 952444 — таков номер прямого эфира. И я очень с большим удовольствием, мы все вместе ждем ваших звонков. Этот номер с тем, чтобы вы могли пообщаться с нашими чудесными гостями, задать, может быть, какие-то вопросы, передать приветы. И, конечно же, получить что? Презент, я так думаю. Получить пригласительный. Пригласительный. Да. На спектакль «Частушки» 28 марта уже. Да. Ну, девочки, смотрите, фестиваль международный. Но вот в связи с новыми обстоятельствами, как он, может быть, модифицируется? Ну, он... Мы же его как переняли, да? Он был международным. 10 лет у нас такая... И почему транзит? То, что у нас такая точка России, что все ездили на гастроли по Прибалтике, и все приезжали через Калининград, становились... Были нашими гостями. Так как за все это время, там, даже спустя 10 лет, это все поменялось немножко, и мы его модифицировали, не было конкурсной программы появилось... Ну, мы заменяем немножко то, что нет возможности, да, привозить на данный момент международные какие-то компании. Поэтому мы, наоборот, привлекаем... Допустим, мы развиваем современный танец в Калининграде благодаря конкурсной программе, и мы, наоборот, привлекаем Россию. И у нас были много заявок из России тоже, как участники. И у нас будет гостевая программа в первый день, и у нас приезжают трупы из Читы. Ого! Да, поэтому... Издалека! Да, мы сейчас немножко перенаправляемся своей силой, силой русских танцовщиков, да, приглашая их к себе. Такой всероссийский получился фестиваль. В этом году, да. Ну, вот вы сами танцовщицы, И вот на ваше такое усмотрение, как вы думаете, насколько Калининград вообще танцевальный город? На самом деле, очень танцующий город, очень много студий танцевальных, очень много самостоятельных танцовщиков, очень много танцующих детей и танцующих взрослых. И, конечно же, нам интересно привлекать всю новую и новую аудиторию, и поэтому у нас в рамках фестиваля есть класс для нетанцующих людей, людей, которые интересуются, всегда хотели, но никогда не ступали на дорожку попробовать. Не нужно на ваш мастер-класс. Да, стоит приходить, потому что, во-первых, очень классные педагоги, а во-вторых, танцевать, раскрываться, любить своё тело, вообще любить жизнь через танец, через движение, мне кажется, это прекрасно. Ещё я хотела добавить, что наша цель, мы охватываем не только аудиторию танцевальную, мы вот привлекаем людей просто интересующихся танцем, которые хотят посмотреть, поучаствовать, но также фотографов, допустим, с ними поработать, да. И у нас есть фотографы и танцующие тоже. Да, у нас там записались в группу для нетанцующих керамисты. Ого! Да-да-да, такой... Кондитеры, художники. Кондитеры, да, художники. Поэтому мы хотим, ну, привлекать и объединять всех творческих людей. А есть ли среди вот начинающих люди там в возрасте, например, вообще, когда стоит начинать и когда уже поздно? Никогда не поздно. Если есть желание, если у тебя, ну, есть внутренняя какая-то потребность, никогда не поздно, потому что класс не про какую-то конкретную хореографию, методику или ещё что-то, это про гармонию твоего, ну, внутреннего состояния, про гармонию твоего тела, и там нету правильного или неправильного, там всё правильно. Ну, я напоминаю, что мы ждём звонков 952444. Да, девочки, расскажите, в чём суть спектакля «Частушки»? «Частушки» — прекрасный спектакль, очень про русскую культуру, да, про всех нас, про то, что мы очень любим, песни, танцы. Мне кажется, это очень характеризует русского человека, в принципе. И, конечно же, будем говорить про то, вообще, что такое русский современный танец, да, это тоже очень интересно. И я думаю, что просто стоит приходить и смотреть. Мы можем всё, что угодно говорить, но если не посмотреть, ничего и не поймёшь. А там, помимо того, что поют и танцуют, там очень классная декорация, очень сложная и интересная. Она состоит из многих-многих кубиков, она как конструктор такой, да, и во время спектакля она, ну, модифицируется, меняется, там, ну, тоже зрелищно так. То есть, казалось бы, название такой традиционной «Частушки», да, но будет в таком современном формате, потому что, я насколько знаю, она называется, ну, не просто «Частушки», там, «Частушки ТМ». А вот, кстати, интересно будет узнать у дозвонившихся, как они думают, что значит ТМ, прибавочка к «Частушкам». Маленькая аббревиатура. Да, ну, будем ждать звонков во время перерыва. Я напоминаю, что сегодня в нашей студии Валерия Бийчук и Елена Дементьева, организаторы фестиваля современного танца «Танц Транзита». И я напоминаю, что телефон прямого эфира по-прежнему 952444. Сегодня у нас очень танцевальная тема. И вот буквально перед перерывом я узнал, что никогда не поздно, оказывается, начинать, и что в мои 33, например, тоже можно попробовать. А вот, кстати, такой вопрос немножечко персоналистский. А вот каков портрет людей, которые вот в более-менее зрелом возрасте, то есть вот не будучи в школе или студентами, обращаются, вот идут учиться. Чего люди вот добиваются или хотят вот получить? Как они выглядят в целом, в среднем? Ну, на самом деле, у них, знаете, потребность шире. Не только про вот у меня есть тело, я хочу научиться им что-то делать. Когда человек более зрелый, у него и потребности такие более глубокие. Он хочет разумно им пользоваться. Да, да, да. Он хочет осознать, что оно у него есть, разумно его использовать и расширять какое-то своё видение через это, да. Потому что они не просто работают, они работают в пространстве, они ощущают этот зал, свою личность в теле, в этом же зале, да, там выход вне зала, там ещё что-то. Ну, как бы это вообще работа намного интереснее, потому что она осозненней, и она не только про физику, а о чём-то больше. Мне вчера понравилось, вот тоже Александр Могилёв был на радио, и он давал интервью, и у него тоже спросили, вот почему вы танцуете, и что, ну, что вам даёт и как. И он сказал, что когда я танцую, я становлюсь больше. И это круто, мне прям очень понравилось, потому что, ну... Интересное высказывание. Да, это тоже, ну, он это так просто ёмко сказал, без подробностей, а у меня прям это звалось, потому что я тоже понимаю, о чём это. Ты когда выходишь на сцену, ты выходишь за рамки своего тела, и ты вот прям расщепляешься, да, и тебя, ну, вот эта энергия, которая, да, идёт к зрителям, там вот эти... Ну, это кровь. Это такой актёрский момент, да, получается? Ну, да, да, но это же не про танец-спорт, а мы говорим про танец-театр. Поэтому, да, это совокупность и актёрство, и танцы. Супер, супер. По поводу вот осознанности, интересно, влияет ли какой-то пережитый опыт на то, как артист-танцор танцует? Например, становится его движение как-то продуманно, неосознанно, когда он уже имеет какой-то личный багаж? Конечно, но, знаете, как интересно, когда приходят дети, которые только вообще познают азы танца, и как они начинают раскрываться, они вступают в игру намного быстрее, чем взрослые. Для них танец — это что-то такое интересное, азарт просыпается, и они иногда живее, чем взрослые, да, вот в этом всём. Но, конечно же, им нужен ещё опыт взрослости. Осмысление, да, наверное? Да, конечно, осмыслить то, что они делают. И поэтому в разном возрасте по-разному каждый человек реагирует на то, что он делает, на то, как он проживает этот танцевальный опыт, и что он выдаёт, да. Мы же говорим про танец как про разговор тела, со зрителем, с самим собой, с пространством, с чем угодно. Поэтому как бы в каждом возрасте есть свои интересные моменты. Девочки, скажите, какие сейчас самые популярные направления танцев? Потому что их огромное множество. Пару лет назад, я знаю, был там Тверк, А сейчас пришло первое, ну, это. Но мне сейчас нравится то, что в современном танце, под современный танец можно отправить очень много-много разных других направлений, да. Поэтому, когда человек тебе говорит, что я занимаюсь современным танцем, ну, для профессионала надо ещё уточнение. Да, потому что это может быть даже тот же хип-хоп, да, перформанс, там ещё и контент называют, и модерн, всё это называется современным танец. Просто есть современный танец, который зарождался там в других веках, и он тогда, ну, назывался современным танцем, это модерн, да, можно так назвать. И есть современный танец, который развивается, это экспериментал, это на нынешний день, да, на сегодняшний, это тоже современный танец. Поэтому вот можно под современный танец отнести в очень много разных направлений. Ну, вот ещё какие популярные, кроме, понятно, современный танец, ещё? Да, на самом деле, мне кажется, вот танцы, шоу-танцы прорекламировал, так сказать, вообще всё многообразие танцевального мира, и популярно всё. Очень сейчас популярна электро. Его в Ленинграде не так много, но у нас есть представитель этого стиля, и довольно-таки интересно наблюдать за тем, как этот стиль развивается. ВОК был одно время суперпопулярным. Мне кажется, сейчас тоже продолжается. Ну, там год он прям был на пике. Тоже, мне кажется, это популяризировал танцы на ТНТ. Они прям, ну, ВОК подняли в топ, и у нас прям много стали заниматься. Вот вы мне сейчас прямо раскрываете глаза, потому что всё, что касается вот танцев в таком вот современном каком-то, ну, скажем так, не топ-элитарном каком-то уровне, а Большого театра, знаете, уровне, для меня до этого вот утро буквально ассоциировалось с латином. Меня спрашивают, ты танцуешь? Я сразу подразумеваю, вообще, бачата, что там ещё, чай-чай-чай и так далее. Ну, это бальные танцы. Бальные танцы, да? Это бальные танцы, в которые входят, ну, у них там есть стандартная программа, ещё программа, там стандарт, там, я не знаю, фасадоболь, там, вальс. Ну, вот Испания, Латинская Америка, да, вот? То есть это всё бальные, да, получается? Я не такой суперзнаток бальных танцев, я знаю. Я просто вообще не знаток в этом дело. Немножку по верхам, можно сказать, но знаю, что у них есть стандартная программа, да, которая там входит там несколько, и ещё там, да, латиноамериканская, что ли, программа. Ой, я честно говорю, у меня бальники, о-о-о-о. Не надо, я здесь туда, куда не знаю. На выходе уже ждут бальники из студии. Просто то, что вы перечислили, это да, это всё из бальных танцев направления. А вот существует ли между танцорами какая-то конкуренция? Например, вы думаете, ой, это Vogue, это не так сложно, как вот какое-то другое направление. Мне кажется, не так уж сложно считают люди, которые не занимаются танцами. Когда ты занимаешься танцами, видишь, и, допустим, визуально это может казаться настолько легко, но ты понимаешь, как ты трудишься, и как трудятся другие люди, и через сколько часов, да, через сколько там мышц это всё приходит, да, сколько туда труда. Ну, мне кажется, это вообще говорит, что это легко, это обезоценить чей-то труд, чью-то работу, поэтому, ну, там, точно так же я, ну, так как я занимаюсь физикой, то и большое уважение к спортсменам, ко всем танцорам. Там есть просто даже не то, что легко, есть просто нравится, не нравится, да, какой-то определённый подач, там, музыка, ещё что-то. А всё, что делается, это всё круто. А вот с точки зрения танцора как профессии, как вы думаете, возможно ли вот на какую-то зарплату, например, танцора в России прожить, или нужно всё-таки ещё чем-то заниматься? Вообще, вот как с этим обстоят дела? Это только для души, или можно ещё этим себя прокормить? Ну, есть много разных направлений, в которые может уйти танцовщик, да, танцор. Танцевать не только в театре, к примеру, но если позволяет опыт и желание есть преподавать, то, конечно же, многие уходят в преподавание, да, открывают там, не знаю, свои школы танцев, преподают в нескольких школ танцев, у всех по-разному. Если ты просто танцовщик, то я не знаю, если честно, насколько... Ну, есть много примеров. Те же самые ребята, медийные, танцев, они же ездят по разным городам, дают мастер-классы, какие-то лаборатории. То есть у них есть заработок, и, конечно же, можно прожить. Это здесь уже вопрос о том, чего ты сам хочешь, и как готов развиваться. Как готов сам развиваться, к чему стремишься, и что тебе нужно в жизни. Ну вот как вы думаете, какие проблемы танцевальной индустрии есть в Калининграде, и как, возможно, их решить? Вот вы всё-таки внутри знаете эту всю тусовку, атмосферу? Кухню, да? Да. Мы с Лерой серьёзно подошли к этому вопросу, потому что когда мы готовили программу «Танц-транзиты», мы провели анкетирование среди танцевальной среды, танцовщиков, и каковы результаты. И каковы результаты. Мы говорим про такую танцевально-театральную, чёрный кабинет, где нет сцены. Ну, это площадка для современного танца. Её нет, но так как мы уже подняли этот вопрос, вроде как... Её сделали. Процесс есть, да? Ну да, да. Что ещё? Помимо площадки, из-за того, что город маленький, да, дети в основном не видят какого-то дальнейшего своего развития, потому что нет образования, да, если мы уже дальше идём, нет профессии, куда идти, учиться, да, если я хочу продолжить этот путь не просто как танцовщик, там, в танцевальной студии. Профессиональной. Какое образование я могу получить? Ты можешь получить в колледже как бы образование хореографа, но не все же становятся хореографами, правильно? Некоторые хотят просто оставаться танцовщиками, тогда тебе нужно уехать в другой город, Питер, Москва, конечно, там ты можешь получить это образование. Но это вот уже ступени, да, с маленького такого идём, и... Продвёрнутые, да. Проблемы есть, есть что решать, что делать, и как бы мы фестивалем, я думаю, закрываем одну из важных проблем, предоставляем площадку, на которой можно выступать как бы вне классически придуманного конкурса, да. Наша задача повышать уровень и качество работ, которые создаются, и предоставлять лучшим сцену. Ну, то есть любой человек может прийти, да, со своим танцем, со своей программой и показать. Подать заявку может любой, но у нас всё равно есть отбор для того, чтобы какие-то работы иногда нужно доделать, да, чуть-чуть доработать, и мы говорим об этом. То есть нам важно, чтобы были хорошие, качественные работы, чтобы люди стремились попасть на сцену, да, не просто, ой, у меня и так есть возможность, вот я сейчас выйду, покажу что-нибудь. Вот не так. Девчонки, где можно вас найти, где можно оставить заявку, где можно вообще читать новости о вас? Можно найти нас в Телеграм-канале Tanz Transit Fest, там выкладываем всю информацию, все анонсы, которые, да, вот, в день выходят. И, собственно, наверное, ВКонтакте и точно так же в Телеграме, если хотите нам личные какие-то сообщения писать, Валерия Бийчук, Елена Дементьева. Ждем ваших сообщений. Может быть, у вас есть какие-то пожелания, приветы хотите передать? Да, я просто всем хочу пожелать прекрасной, теплой недели рабочей и закончить ее в нашем фестивале. Прийти к нам в гости, да, окунуться, если вы не знакомы с танцем, прийти, посмотреть, что это такое, может быть, себя в нем проявить как-то и получить наслаждение. Я напоминаю, что сегодня в нашей студии были Валерия Бийчук и Елена Дементьева, организаторы фестиваля современного танца «Танц-транзит». Спасибо большое. Спасибо большое.